Я встретил их, ребят, с которыми мы с нуля начали строить студенческое телевидение. Этот презентационный ролик студент Самарского госуниверситета Алексей Юртаев подготовил специально для всероссийского конкурса. Во втором этапе в номинации «Лучший журналист» он единственный участник из Самарской области. Алексей стоял у истоков студенческого телевидения в своем вузе. Уверен, участие в конкурсе поможет ему подняться на новый профессиональный уровень. Смотришь на других ребят, хочешь совершенствоваться, хочется приезжать на следующий год и говорить, и хочется так, чтобы они говорили обо мне именно, что вот какой журналист растет. А вот вы как прокомментируете вот это вот? На конкурс Анна Жугор приехала из Ростовской области по образованию юрист, по призванию журналист. Новости на местном телеканале ведет несколько лет. Лучший студент года для Анны – первый профессиональный конкурс. Появляется чувство гордости, когда ты общаешься с этими людьми, и здесь не чувствуется конкуренция. То есть все люди абсолютно между собой равны. Мы в свободное от конкурса время, что самое приятное – делимся друг с другом опытом. Лучших студентов выбирают в десяти номинациях. Среди них «Доброволец года», «Творческая личность года», «Спортсмен года». Они соревнуются за то, чтобы быть лучшими в инновациях, или лучшими в средствах массовой информации, или лучшими, допустим, в науке. Это приводит к тому, что студенты смотрят, как что есть в других регионах, ну и, соответственно, подтягиваются за уровнем регионов-лидеров. Лучшего студента года объявят 17 ноября. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.